Это самое главное. Нет такой цели, что цель оправдывает средства и любой ценой загнать Китая, лишь бы сделать фотографию. Такого мы, конечно, никогда не делаем, даже как угрозить какого-то самого уникального кадра. Как же мы это сделали? Мы придумали такую штуку. Мы привязывали меня за ноги к лодке и катали по заливу. И я плыл, и под водой забивал песенки в трубку всякие. То есть мы создали такую ситуацию, когда мы животных не беспокоим, и у них самих есть выбор подплыть, посмотреть, заинтересоваться, полюбопытствовать, что же там такое под водой поет, плавает или нет. И нам это удалось. Белухи начали пристраиваться по несколько штук сзади меня, рассматривать меня с любопытством, совершенно не боясь нас. Другая-то полчаса уже находится. Если, допустим, в воде температура 3 градуса, то петь что-то мелодичное не очень получается. Так что вначале мы заметили, что Джо Досен очень хорошо заходит к белухам, но потом уже песни модифицировались просто напевание каких-то мелодий. Пойдемте. Спасибо. Спасибо за внимание. Нет, это я про песни. Дальше мы продолжаем. Мы всегда работаем с учеными биологами в наших проектах, то есть целью не только пообщаться с китами, не только их сфотографировать, но и, конечно же, узнать о них что-то новое. И вот, в частности, на Шантажских островах совместно с учеными мы сделали каталог рентландских китов сфотографированных с дрона, потому что вы знаете, что существуют каталоги различных китов. Например, горбатых китов все идентифицируют по хвосту, по рисунку на хвосте и по рельефу хвоста, потому что горбатый кит, когда заныривает, он всегда показывает хвост. И однозначно, как отпечаток пальца, можно идентифицировать кита. Касатку узнают в первую очередь по белому седловидному киту за спинным половником, ну и в том числе по каким-то другим внешним принципам. Вот, гренландского кита, сфотографировав его с лодки, скажем так, довольно сложно идентифицировать. И вот мы придумали идентифицировать гренландских китов по фотографиям с дрона, потому что именно сверху видно как раз тоже их рельеф хвоста и окраску. Окрас очень хорошо, какие-то царапины, пятна, и можно их легко узнать. И так как наш проект помогает всегда разным организациям защищающих китов, то мы придумали таким образом еще и собирать на благие цели, еще и деньги. И у нас на сайте можно взять под опеку какого кита и потом каждый год узнавать о нем какие-то новости, о том, что мы его видели, чем он занимался, с кем он общался. Может быть, что его съела касатка, например, к хорошему сожалению. И вот счастливые опекуны китов. Вообще, да, конечно же, сейчас речь пойдет о том, зачем мы, вот я все говорю, общаемся, общаемся с китами, выходим на контакт. Какого рода это бывает на контакт, да? В большинстве случаев киты просто проплывают мимо и им неинтересно. Но мы всегда пытаемся их как-то заинтересовать, как это было, например, с белухами, да? Вот в этом случае это королевство томков в прошлом году обычно там дитёныши очень любопытные. А в тот раз мы встретили двух огромных самцов, которые неровно дышали к нам и 4 часа буквально мы с ними обнимались. Они буквально залезали к нам в лодку, вот, когда мы были на лодке, когда мы были в воде, плавали вокруг нас, трогали нас своими плавниками, изучали нас. И вот были, мы были им очень интересны. Так это было. Тонго находится в Тихом океане. Как мы летели далеко, мы еще в экспедиции затронули еще пару стран. А Вануатор, свидетель, волкарами. Мне кажется, такое должен решить каждый. Потому что это вообще не объяснить, это какой-то космос. И тебе кажется, что ты просто смотришь какой-то фильм абсолютно нереальный. Так не может быть, что живая и дикая природа, она вот так близко тебя пропускает. Это очень круто. Это даже не описать слова. Поведение к нам было настолько деликатное, столько вот, буквально в миллиметре от плеча проходила ласта. А когда мы увидели такое приветствие, вот с такого разряда, а потом еще вот так, ты думаешь, ну это только в фильмах National Geographic. Я не могла это видеть. Это был совершенно удивительный первый день, полный счастья. Киты просто выскакивали носами, прям с самой лодки можно было потрогать. Просто невероятный интерес к людям просто зашкалит. Насколько волнительно, что даже слова трудно подобрать, когда огромные животные, мы говорим, огромные животные, которые пробывают от тебя на расстоянии людей. Когда огромные животные машут не метут в одной пункте. Когда это огромное животное, надо чувствовать. И все это значит наконец-то. Оно меня потрогалось. Оно-но! Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 способами влиять на дикую природу, вот мы говорили уже про отломк осадок, а еще очень небольшая проблема это загрязнение океанов, и в частности загрязнение пластика. И вот сейчас я покажу небольшое видео, которое мы сняли.